И я вам расскажу о судьбе и жизни еще одного интересного человека, Эпиопа, но под именем Петра Сергеевича Техла Хабарята. И поэтому у меня, конечно, много материала, и вы меня из них я буду рассказывать, показывать и читать. Итак, Петр Щусев был старым сыном большой щусевской семьи. 26 января 1900 года он становится членом Русского географического общества. Жизнь в него была пестрой и многообразной. Деятельность обширной, сумеврач и географ, и антрополог, и этнограф, неутомимый путешественник и исследователь. Родился Петр 19 июня 1871 года. Вот в этом домике это старая фотография 50-х годов. Домик, который вы все знаете, находится ныне по улице Щусевской, бывшей улице Львовской, в межвоенном периоде эта улица называлась именем генерала Берцелова. Имя его... Да, еще один момент. Хочу еще одну фотографию показать, фотографию семьи. Ну, родители, Виктор Петрович, происходил из Запорожья Казаков. Я не буду рассказывать сколько, потому что у нас очень интересный материал. Мать Мария Корнилиевна Цезурина была его второй супругой. А с первого брака отца осталась старшая дочь Мария. Я вот сейчас о ней немножечко расскажу. И с второго брака с Марией Корнилиевной родились четыре брата, четыре сыновья. Старший Сергей Петр, о котором сегодня пойдет речь. И третий, вот опираясь к коленке матери, будущий академик с мировым именем Алексея Викторовича Щупик. Был еще и четвертый сын, а информацию о нем после моего доклада немножечко расскажет Григорий Николаевич Бастенко. Тоже фигура, личность знаменательная. Оригинал хранится в центральном нашем молдавском архиве. Хочу еще одну фотографию матери показать, потому что в нашем музее, кстати, вот эта работа масла, выполненная в 80-м годах художником Гушану, была сделана вот по этой фотоспорте. Оригиналы, еще раз повторяю, находятся в государственном архиве. Итак, имя Петра было, имя Петру было дано не случайно, потому что так звали деда по отцовской линии, Виктор Петрович Щусев, то есть главу семьи. Его именем был назван племянник, я позже покажу фотографию, первенца академика Щусева в браке с Марией Викентьевной Корчевской. И также звали племянник какой-то другой, имени Полини Шурина, в котором они учились во второй классической гимназии Михаила Викентьевича Корчевского. И еще один момент, мы столкнемся с этим, когда я буду рассказывать, чтобы я обратилась к Рычунецку. Итак, в семье Щусевых уже был один датчик. Вот я вам показывала эту семейную фотографию. Старшая дочь от первого брака отца Марии, которая закончила бывшие медицинские курсы в Санкт-Петербурге. Остались ли воспоминания, написанные академиком Щусевым? И есть эта фраза и в другом источнике, это монография Дружинина Георгиевская и Корсфельда о дочем Щусев, где Алексей Вистрович пишет, с каким нетерпением ждали сестру Марию из Петербурга с новостями. И в доме Щусевых, в то время Тишинев был местом политических сынных, вот Алексей Викторович пишет о том, что в их доме, когда приезжала Мария, встречались и делились разговоры на разную тему. Мария привозила, конечно, из столицы России много новостей. Когда я начала работать в музее, вы знаете, был очень, конечно, удался тот факт, что весь корс хранился пока что в музее. И я когда принимала, я обратила внимание на небольшую папочку, где хранились материалы Петра Викторовича Щусева. Там было несколько брошюр, несколько фотографий. И если об остальных кое-что было известно, у Марии, у Сергея, у Павли, очень много основной костяк, материалов, конечно, младших братьев, Алексея и Павла Викторовича Щусевых, то вот о Петре было совсем мало. И вот на улице бывшей Буйканской, при моем, так сказать, в 80-х годах, когда я поступила на работу, эта улица называлась Горького, есть дом, в котором жили архитекторы Роберта Евгеньевича, супруга. Но этот дом шел еще по линии Баскевича. Дело в том, что многие из вас посетили юбилейную выставку, посвященную столетию новому юбилею архитектора Роберта Евгеньевича. Там была фотография, портрет очень интересный, Якова Николаевича Баскевича. Это дядя по материнской линии Щусевых. Дело в том, что в 1889 году, когда родители скончались буквально один за другим, 27 февраля, отец, через две недели буквально и мать Мария Корниевна, старшие были студентами, младших взяли под попечительство за Зурнами Баскевичей. Маленькому Павлу, парень, так ставшие называли, было всего 9 лет. И вот Баскевичи были опекунами. И когда я посещала этот дом, потому что там была жива тетя, тетя Курса, Роберта Евгеньевича, Евгения. У них еще хранились очень интересные настенные мраморные каминные, не настенные, а каминные часы. С дарственной надписью от младших братьев Щусевых, дар в семье Баскевичей. И, конечно, меня интересовала больше биография Петра. И вот когда я спрашивала Евгению, то она говорила, что Петр ехал в Абестинью, а что за поездка и почему, и с какой целью, мне было неясно. И тогда я, конечно, сделала запросы в очень многих архивах. Это в основном был центральный в то время военно-исторический архив, архив военно-морского флота, архив военно-медицинской академии, который закончил Петр. Ну, Петр по окончании гимназии, а учился он вместе с младшим братом Алексеем и с бывшим уже Шурином Михаилом Кенчевским-Корчевским. У нас есть оригинал, генетка выпуска 1891 года. Может быть, вы помните. Тоже решает избрать профессию врача. И поступает в военно-медицинскую академию Санкт-Петербург. Я уже буду читать, чтобы быстрее. Занятия в академии не мешают ему много читать, посещать литературные вечера и концерты. Большой Жизнелюб, он стремится всемирно пополнять свои знания, увлекается географией, археологией, этнографией. И вот у нас в этой папочке, о которой я вам говорила, было очень и есть очень интересное письмо, присланное семье Баскевичей с канун Нового года. Вот это письмо адресовано Ольге Васильевне Баскевичей. Оно начинается с поздравлений, пожеланий, после чего следует эта выдержка из письма Петра Щусева. Давно не писал вам, потому что за занятиями решительно не мог урвать время. Полугодовой экзамен по оперативной хирургии был сложен. Только насыщельник с успехом отделался от него. Дел так много, а времени так мало, что ей Богу достаточно, что в сутках не 48 часов. Вчера выпал на литературный вечер, вот он так пишет, слушал наших известных литераторов, Григоровича, Литмедича, Мережковского и других. Петр Щусев был учеником знаменитого русского физиолога Ивана Петровича Павлова. Он учился у него в военно-медицинской академии, работал с ним в Институте экспериментальной медицины. Петр очень любил и уважал Павлова. И спустя много лет, когда в 1929 году встретился с ним в Америке, я расскажу немножечко об этом периоде, потому что в деятельности Петра можно сделать несколько таких периодов. Но я опираюсь на первый, африканский, эфиовский. Но немножечко расскажу я об американском. Так, немножко забегаю. Вот в 1929 году, когда он с ним встретился, тогда же иммигрировала семья Канюнсу, с которым он там очень подружился. Он называл Павла Ивана Шурский архимед физиологией, храбромыслящей и так далее. И вот что он пишет Петр. Как профессор, Иван Петрович был удоб, даже очень удоб. Но как экспериментатор, педантичный хирург, во время операции был очень строгий, требовал от помощников безусловной дисциплины. Петр часто бывал в мастерской, вот я уже опять говорю о том, своего соотечественника и друга, знаменитого скульптора Каненкова, когда тот лепил бюстны знаменитого Павлова. И был счастлив, что является свидетелем рождения талантливого произведения. Тогда Шиканенков создал скульптурный портрет доктора Петра Щусева, который и сейчас хранится в семье внука Алексея Викторовича, архитектора, названитавший через честь деда Алексеем. Я видела этот бюст в 1985 году, когда впервые поехал в Москву. Я немножечко позже расскажу об этом американском периоде жизни. Трудно сказать, что доминировало в Петре Щусева. В лечении к медицине или любовь к утешательству. Вот что пишет в своих воспоминаниях об этом младшей Сергея Щусевых Павел. Но вот незаметно настала осень. Хоть и по-люжному мягкая, но всегда грустная. Все высаживались до учения, но продолжали, так сказать, играть в жизнь, увлекаясь приключенческими романами, которыми были наполнены журналы «Вокруг света», «Природа и люди», появившиеся тогда впервые. Алексей Щусев бредил тогда персонажами романистов-рейдера Харга Хазарда Луи Бусинара Жаколю. Другой брат, ставший потом врачом, так напитался ими, что сделался впоследствии настоящим путешественником, побывавшим и в Алисине, и в Китае, и в Палестине, и в Америку. И вот поэтому, еще раз я повторяю, что этот период, первый я освещу, период Петра Щусева, связанный с его поездками в Эфиосию, в Алисине. В 1966 году советская медицинская общественность торжественно отмечала 70-летие русско-медицинских связей. И вот тогда появилась очень большая литература. Я очень, почему я вам сказала, что все свои толпы, что у меня там были, какие дела, я вытащила, и поэтому предоставлю вам этот материал. Надо, я откопала тоже, что вот Абиссиния в то время, конец 19-го, говорили не об Афиопе, а об Абиссинии, то есть далекая, таинственная Африка, страна черных людей. В переводе Абиссиния название оскорбительное, она означает и переводится как страна черных. Абиссинцам, Афиопам это не очень не нравилось, но некоторые авторы переводят это название как страна солнца. Вот небольшой экскурс тогда в историю. Контакты Афиопы с Европой устанавливаются в 15-м веке, когда португальцы присылают к эфиопскому Нигусу, Нигус император, мы еще столкнулись с этим термином, не сел. Первым из русских путешественников, который исследовал и описал Афиопию, был Ковалевский в середине 19-го века. А из русских врачей-путешественников, первым на территорию Афиопию в 1895 году, за год до путешествия Петра, Чусева, побывал Алексей Васильевич Елисеев, неутомимый исследователь Малой Азии, Африки и других мест, темного шара, антрополог и врач. Он провел ценные географические, антропологические и этнографические наблюдения и описал их в четырехтонном производении по белу свету, а также в догладах в научных обществах России.